Здравствуйте, на библейский портал Экзегет пришел вопрос. Молясь, не говорите лишнего. Это слова Христа, в которых он ссылается на язычников, которые думают, как говорит Христос, что многословия не будут услышаны. И вдруг мы приходим на богослужение и видим очень много слов. Не лишнее ли это? Надо понимать, что молитва бывает разной. Действительно, очень многие святые отцы говорят, и это правильно они говорят, что не надо к Богу все время обращаться со своими просьбами. Господи, Ты знаешь, что сердце мое хочет того-то, но да будет воля Твоя, потому что я Тебе доверяю больше, чем себе. Поэтому, в принципе, все, что нужно человеку в молитве, есть в Господней молитве, в молитве Отче Наш. Надо научиться эту молитву творить не как молитву перед едой, а как ту молитву, которую нам дал наш Божественный Учитель. Все остальные молитвы, они так или иначе рождены из нее. Все те смыслы, которые мы в молитвах возносим к Богу, они происходят оттуда. Церковная практика показывает, что с древних времен христиане искали кратких молитв, которые бы выражали главное в их разговоре с Богом. Если молитва — это разговор ума и сердца с Богом, как церковь это определяет, то выражали бы главное. В разные периоды, в разных традициях были разные короткие молитвы. Например, преподобный Анкосиан Римлянин, V века святой, устроитель через опыт, приобретенный в палестинских монастырях, всех итальянских монастырей того времени. Все его ученики читали слова пророка Давида. «Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи мей почися». И нам самим иногда, и для этого святые использовали псалтирь, в разных обстоятельствах, в разных состояниях нашей души нужны отдельные слова, краткие молитвенные слова из опыта великого, величайшего молитвенника царя и пророка Давида. Для этого псалтири надо знать и постоянно читать, которые помогут нам в это время. «Прирепе душа моя по тебе, и мне же приядь десница твоя. Услыши меня, Господи, в правде твоей, и не в нити в суд с рабом твоим». Как много может выразить эти слова. В этой же традиции, кстати, например, так называемая 24-часная молитва Иоанна Златоуста, которая вошла в состав вечернего правила. Это молитвы по часу дня, которые должны были читать его ученики, его чадо, вот та краткая молитва. «Господи, в покаянии прими мя». Они ее читали целый час. В другое час они читали «Господи, не остави меня, не веди меня в напасть». И так далее, вот эти прекрасные молитвы. Поэтому постепенно человек приходит к краткой молитве и в основном к вершине кратких молитв, к молитве Иисусовой. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». В этом молитве есть все. Святые отцы говорят, что если ты хочешь, чтобы молитва твоя была услышана, то в ней обязательно хотя бы кратко должны быть три вещи. Первая — это покаяние. Вторая — это благодарность. Когда мы произносим «Господи, Иисусе Христе», в этом есть благодарность, потому что мы свидетельствуем о самом главном даре нам Божьем, о Боговоплощении, о том, что Бог стал человеком. И молитва за врагов. Вот Иоанн Лесович говорит, что поблагодари Бога, покайся. А если хочешь, чтобы Бог тебя точно услышал, то первое, о чем помолись, это помолись о тех, кто с тобой враждует. Вот, кому ты отвратительен, неприятен. И тогда Господь точно услышит твою молитву. А дальше, если человек доверяет Богу, он же не будет просить его «дай мне такие-то сапоги, дай мне такую-то машину, дай мне такую-то еду». Он скажет «Господи, научи меня жить в тех условиях, в которых твой промысел меня поставил. Научи меня жить здесь и сейчас по-христиански. И да будет воля твоя, как на небе, так и на земле». И когда он скажет «так и на земле», он представит свое сердце, он имеет в виду свое сердце, свой ум. Я земля. Каждый из нас по-своему Адама. Адам переводится, Адама, древнееврейское слово, как земля. По-моему, точно это переводится как «красная глина». То есть, вспаханная плугом только что земля, которая еще не успела поселить и почернить. Вот пусть и во мне, как в земле, как в Адаме, будет, Господи, твоя воля, как она на небе в ангелах совершается. А все остальное уже тогда не нужно просить. Потому что что Бог даст, то даст. Что не даст, значит не нужно, значит вредно. Поэтому, вот действительно, краткая молитва лучше для частной молитвы. Но в тех молитвах, которые мы встречаем в храме, есть не только сама молитва как просьба, как благодарение, как покаяние. Там есть молитвы как размышление, как созерцание. Это, например, стихиры, которые рассказывают о празднике или о святом. Это не совсем молитва. Молитва заканчивает обычно стихиру. Там преподобный такой, моли Бога о том, чтобы мы и там что-то из его жизни взятое как пример, например, научи нас этому. А так это размышление его подвиги, это созерцание. Молитва ведь тоже бывает очень разнообразная. Это не только просьба. Это благодарение, это хвала и это созерцание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok